Добрый день! Меня зовут Дмитрий Канунников, и я работаю в музее кочевой культуры. Вот с этого надо начать. Мы занимаемся кочевниками, занимаемся практически всеми регионами, где их можно найти. И наше сотрудничество с Третьяковской галереей началось с того, что мы некоторое время назад привезли и поставили здесь киргизскую юрту. Такой же, как на картинах Верещагина. Юрта, которая еще недавно стояла где-то в долине реки Чу, мы ее привезли в Москву. У нас музей под открытым небом, там стоят юрты, чумы, шатры, палатки. И это одна из наших юрт, которую мы решили поставить здесь, чтобы дополнить картину, дополнить эту выставку. Я здесь читаю лекции уже не первый раз. Я здесь уже третий раз, или четвертый третий. И каждый раз это другая тема, каждый раз это лекции, которые интересно самому подготовить. И вот сегодня лекция, которая, может быть, наиболее тесным образом затрагивает биографию художника, затрагивает его работу, в частности. Потому что эта лекция называется «Большая игра». «Большая игра» — это термин, который описывает историю соперничества в Средней Азии, в Центральной Азии, в Тибете, на границах с Индией, в Афганистане. Соперничество двух огромных империй, Российской империи и Британской империи. Двух тигров, которые схватились там, где третий ослабел на время. Китайская империя была слаба в XIX веке, Российская и Британская делили Азию между собой. И этот термин, ну, как обычно, расходится, как бы точно его определять. Кто-то считает, что «Большая игра» кончилась в XIX веке, кто-то продолжал ее и в XX, и термин этот расплывчат во времени. Кто-то считает, что ее вовсе не было, что термин не точный. И что борьба за Индию – это не то, чем две империи там занимались. И есть даже такой термин, который выдвинули английские офицеры тех лет – «турнир теней», где две огромные страны ставят перед собой не те цели, которые они декларируют, делают поступки, принимают решения, и не те, которые ведут к задачам, которые они объявили. Турнир теней, «Большая игра», где сложно разобраться в целях и задачах. Но факт, что соперничество было, и вот сегодня я хотел очень коротко рассказать о том, что этот термин собой подразумевает, какое отношение он имеет вообще к художникам, солдатам, географам, политикам. Я бы возвел начало этого соперничества к довольно отдаленным временам, прямиком к Павлу I, который, как известно, любил Пруссию, любил немцев, но он не любил Англию. Британия имела огромные территории в Индии. Индия была британской колонией, жемчужина в короне Британской империи. И Павел I разведывал путь в Индию. Разведывать путь, ну, не получилось на тот момент. Россия была гораздо меньше, чем сейчас. И, ну, границы России заканчивались на юге, примерно на Оренбурге. И в тот момент дороги дальше были просто неизвестны. Когда отряд казаков отправили разведывать путь в Индии, он практически полностью пропал. Вернулись единицы. Но это неудивительно, потому что мы знаем, какие люди там живут. Этих людей часто можно видеть на картинах Верещагина. В те времена там были сначала, вокруг почевали казахские племена. Дальше на юг там начинались хива, бухара, каканд, древние ханства и эмираты, в которых, ну, чужаки просто не приветствовались. Поэтому проникнуть в их границы всегда было сложно. Плюс к этому сложные географические и климатические условия. И экспедиции болели. Люди страдали от голода, холода. И проникнуть вглубь этой территории было очень сложно. Ну и казалось бы, зачем бояться того, что Россия туда придет? Почему англичане британской империи этого опасались? В тех отделяют и гималайские горы, и гиндукуш, Афганистан, который находился под британским влиянием. Но, тем не менее, ученые, политики, военные, разведчики, они должны учитывать все возможности. Россия и Британия стали соперниками. Соперниками в Европе, ну, а значит и в Азии тоже. Со времен Павла I это соперничество только усугублялось. Вот Павел I, он сотрудничал в каком-то смысле с Наполеоном, пришедшим властью во Франции. Он поддерживал начинание Наполеона, и, в общем, известно, как это закончилось. Есть такое расхожее мнение, что Павел I это параноик, он боялся все время, что его убьют, построил себе инженерный замок из-за того, что он, ну, как бы просто воспринимал реальность не совсем адекватно. Ну, дело кончилось, конечно, тем, что его там действительно убили. Ну, и, скорее всего, это был заговор, вполне себе направленный на укрепление позиций Англии в России, ну, и, скажем так, укрепление отношений с Англией. Потому что сын его, Александр I, уже был вполне себе англофилом. Он противостоял Наполеону, все мы знаем про Великую Отечественную войну, ту первую, 1812 года. Но часто мы забываем, что как раз в это время Россия воевала еще и с Персией, и с Турцией, и обе эти страны находились под английским влиянием. То есть, по сути, Россия выступала как союзник Британии, с одной стороны, в Европе, в Азии, уже как соперник. Но до большой игры было еще далеко, потому что большая игра — это соревнования разведок, в первую очередь. Это состязание людей, которые под каким-нибудь прикрытием, под видом торговцев лошадьми или торговцев коврами, антикваров, просто купцов, нищих, дервишей, паломников, врачей, они едут в ханства, эмираты, в царства, которые пока еще не охвачены властью, никакой из этих крупных держав, и пытаются проводить там свое влияние. Вот такая большая игра, где люди под прикрытием соревнуются между собой, кто быстрее проведет свое влияние в том или ином регионе. Такая большая игра началась немножко позже. И началась она после того, как Персия и Турция начали переходить на российскую сторону. Это было после того, как воины с ним были выиграны. И после того, как Британия обратила в свой взгляд сначала на Кавказ, где пытались создать объединение черкесов, там должна была возникнуть черкесская конфедерация, конфедерация племен, которая противостояла России. Этим занимался англичанин по имени Дэвид Туркворд. Он как-то на свой страх и риск, но понятно, что санкции в высшей власти. Он возил туда контрабанды порох, пушки, деньги. Всячески поддерживал черкесов, которые пытались противопоставить себя России в этом регионе. Ну, черкесов в итоге все-таки разбили. От этого периода у нас осталось одно свидетельство в нашей культуре. Вот сейчас, каждый раз я когда приезжаю в Воробьевый город на метро, там на станции Воробьевый город небольшой музей. Там стоят такие стенды стеклянные, и в них выставляются элементы культуры разных народов России. Вот сейчас там выставлены адыги. Адыгея представила там свои одежду, бурки наподобие казачьих. Представила свое оружие, там, сабли, какие-то, ну, утварь, какие-то игрушки, произведения искусства. А кроме всего прочего, флаг Адыгея. Он зеленый, с тремя стрелами на нем и со звездочками. Вот этот флаг придумал Дэвид Уркварт для своего будущего объединения черкесов. Объединения не осталось, но флаг остался. Это флаг, который придумал участник зарождающейся большой игры в своем противостоянии с Россией. Этот флаг теперь принадлежит региону Российской Федерации. Вот такой интересный факт. И англичане все больше беспокоились, были обеспокоены растущим влиянием России в Средней Азии. Потому что от Средней Азии уже два шага до Индии. И они постоянно выражали опасения тем, что Россия окажется в Индии, что Индию просто отберут. Каждый британский генерал, каждый русский генерал, они знали, что любое вторжение в Индию с севера, оно всегда заканчивалось успехом в истории. Будь то Александр Македонский, будь то империя Великих Моголов. Все таких вторжений было 14. Каждый раз получалось. И поэтому англичане, конечно, беспокоились. Они начали проводить работу в регионе и начали пытаться влиять на местные власти. На ханов и эмиров, которые там обитали. И еще в самом начале 19 века они уже были этим обеспокоены. В это время там действовал известный разведчик по имени Муркрофт. Муркрофт, он начал заниматься влиянием России в регионе после того, как однажды попал в Тибет по своим делам. И там в Тибете кто-то из местных жителей показал ему, ну раз разговаривали они о чем-то, и показал ему собаку, которую недавно забыли у него купцы. Купцы уехали, собака осталась. Даже две их, по-моему, было. Муркрофт на них смотрит и видит, что лапу собаки протягиваешь, она тебе свою лапу дает. Говорят, что сидит, она сидит. Слушается всех команд, он думает, собака-то с военной выучкой, откуда она тут? Спрашивает, а откуда купцы были? Они говорят, да откуда-то с севера приехали. И тут у него в голове сложилась картинка. Русские разведчики под видом купцов едут в Тибет, забыли там свою собаку, таким образом себя выдали. Значит, Россия собирается захватить Индию. Логично. Муркрофт приехал в Калькутту и там про эту собаку всем рассказывал. В итоге его отправили... путешествовать по Средней Азии. Он ездил в Хиву, в Бухару. Повсюду он представлялся торговцами конями. Дело в том, что англичанам в Индии нужны хорошие кони, хорошие ложки. И он искал аргамаков получше, чтобы водить новую породу. Это хороший прикрытик считался. И действительно, никто его не мог раскрыть. Муркрофт посетил все местные оазисы, повсюду пытался искать следы российского влияния. Но из этих следов ему удалось найти только то, что его кто-то постоянно преследует. То бумаги какие-то пропадут. То в темноте накинутся люди с ножами на него со слюками. То еще что-нибудь происходит. Ну и Муркрофт, конечно, я думаю, что, наверное, он был неправ. В том плане, что российской разведки там, наверное, в те времена не было. Но его в итоге убили. И он был похоронен в Бухаре. Ну, неизвестно, кто его убил. То есть таинственное исчезновение, это была для разведчика, в общем, обыкновенная судьба. И надо сказать, открытых столкновений за все эти сотню лет, их было очень мало. То есть когда мы точно можем сказать, что русские столкнулись с англичанами, и кто-то пострадал в итоге, или были приняты какие-то конкретные политические решения в итоге прямого столкновения. Такого почти нигде нет. Обычно как с Муркрофтом. Приехал, поработал, потом или тебя оттуда выгнали, или обыск, или местные власти почему-то на тебя озлобились. Или даже просто тебя убили. Дело в том, что обе огромные державы, и Россия, и Британия, они очень не хотели там воевать. Война была никому из них не нужна. Хватало того, что они постоянно в Европе сталкиваются со своими интересами. Поэтому большинство разведчиков всегда действовали на свой страх и риск. То есть он, уходя в Среднюю Азию, писал просто рапорт об увольнении. И оказывался в отпуске. Вот этот отпускник едет куда-нибудь в Бухару и ведет там разведку. Если его поймают, то его, конечно, казнят, а Россия ни при чем. Ну, то же самое с Британией. Муркрофт тоже, в общем, нигде не работал в то время, когда он торговал лошадьми. Вот с этого все началось. Сначала Муркрофт, потом англичане озаботились тем, что теряют влияние в Азии. Уркрофт потерпел свое поражение на Кавказе. И тут внезапно на стол в английском штабе ложится доклад о том, что Россия таки собирается захватить Индию, и что все указывает именно на это. Его написал молодой разведчик Бернс. Ему было 25 лет в тот момент. Он предлагал основать большую экспедицию, организовать, отправиться на север, в Бухару, посмотреть, какие там дела. Вот это было одно из немногих прямых столкновений двух разведок. Бернс и Виткевич. Два очень известных человека, два героя, каждый в своей стране. Потому что Бернс, он отправился в Бухару. И там, в Бухаре, он пытался склонить бухарского эмира на английскую сторону. То есть англичане имели какой-то вес в Афганистане, южнее, ближе к Индии. Севернее, ближе к России. Территория была пока ничейная. То есть эти древние оазисы, такие как Хива, Бухара, Кокант, они жили каждый по-своему, по своим правилам. Там правили древние династии, они уживались с кочевниками. Каждый из них организовывал вокруг себя кочевые племена. Все они облагали налогами караваны, брали людей в рабство и продавали их, или использовали их в хозяйстве. И как бы они в некотором роде в этом отношении. Они застряли где-то веке в 15-м. И вот Бермс поехал, одно из сильнейших этих образований, Бухарский эмират, он поехал склонять к переходу на английскую сторону. Он приезжал, обещал, что англичане дадут пушки, дадут ружья, что Бухара не будет подмят под себя в растущей оси. И рассказывал, какая сильная держава Британия, что столько солдат нет ни у кого, как у королевы, что на море это держава первая. Ну и тут приехал Виткевич. Виткевич тоже был интересный человек, тоже очень молодой. Виткевич в юности пострадал из-за того, что он выступал в качестве такого польского диссидента и сепаратиста. Ну, Польшу недавно присоединили к Российской империи, они все время понтовали. Его отправили в Среднюю Азию с пометкой и поражали в рядовые, без продвижения, навечно, чтобы духа вдруг не было. Но Виткевич выучил там множество восточных языков и в него поверили. Он тоже приехал в Бухару. Там в Бухаре он жил, работал и попутно раскрывал шпионскую сеть, в которой там встал Бернс. И писал депешу в Москву, что вот есть торговец по имени Низамедин, торговец коврами, он общается с антикваром, а этот антиквар торгует монетами, на самом деле он не американец, как вы думаете. И раскрыл там целую сеть людей, которых Бернс ферповал. В итоге Бухарский эмир, он не склонился ни на ту, ни на другую сторону. И Бернс и Виткевич оттуда уехали. А Виткевич решил, что надо Большую Путянглию поближе, посмотреть, что там творится в Афганистане. И поехал с ответным, так сказать, визитом. Тебя поближе к России, ну а Виткевич поближе к Афганистану. Англичане забили тревогу, потому что Виткевич, он по дороге немножко прокололся, как это называется. Он случайным образом себя выдал. Его встретил английский офицер, когда бригада казаков, ну, отряд небольших казаков, они ехали в Афганистан, они ехали через Персию. И по дороге в Персию один из англичан встретил их где-то среди степей и спрашивает, куда это вы едете? А вот в Персию едем с подарками к Шаху. А тот стал подслушивать разговоры казаков, и оказывается, что они через Персию с подарками едут в Афганистан. К Шаху поймёт доск Мухаммед, который их там провёл. Забили тревогу, Виткевича отправили в Афганистан, и два разведчика столкнулись с доском Мухаммеда в гостях. Перс возили на слоне по Кабулу, как почётного гостя. Кстати, про Виткевича не помню. Наверное, тоже возили. Там принято было почётных гостей возить на слоне. И они начали, конечно, свою работу. Перс рассказывает, что мы вам дадим пушки, ружья, не вздумайте склоняться к России. А, заодно ещё Бернс смотрел, пройдут ли по Амударье десантные баржи на всякий случай. Если вдруг придётся десант разложить. Виткевич смотрел примерно то же самое, пройдут ли десантные баржи, и рассказывал, что Англия далеко, а Россия близко. Посмотрите, что они сделали с Индией. Из Индии вывозят все сокровища. Британцы даже ткани свои туда привозят, не дают индийцам свои товары делать. Рынки полностью открыты, и с вами будет то же самое. Ваши сушёные фрукты в Британии не нужны. Хлопок ваш не нужен. Кто вам даст железо и медь? Ну, так примерно Виткевич Дос Мухаммеда убеждал. И, в общем-то, убедил. Из Лондона к Бернсу пришла депеша. О том, что он должен поставить перед Дос Мухаммедом ультиматум, чтобы тот склонился к Британии, ну и, по сути, превратился в её протекторат. Стал делать полностью то, что они говорят. И Бернсу пришлось на Дос Мухаммеда давить. Вообще-то они подружились к тому моменту, но Бернсу пришлось очень жёстко с ним разговаривать. Бернс практически кричал на Шах. Шах к этому не привык. И Шах, в конце концов, уперся и сказал, что раз вы себя так ведёте и ставите себя выше, чем я, то я не буду с вами сотрудничать. И Бернсу пришлось уезжать. Его вызвали обратно в Лондон, в конце концов, и он уехал. А Шах Дос Мухаммед остался вместе с Виткевичем. Виткевич продолжал работать над Шахом, чтобы Шах склонился к России. Вот всё это ведёт постепенно нас к одной очень большой катастрофе. нас ведёт к войне Британии и Афганистан. Самый первый из всех. Потому что Виткевичу тоже пришлось уехать. Его вызвали в Петербург. И там с ним произошли странные события. Виткевич приехал, перед министром иностранных дел сделал свой доклад, перед Населеродой, и ушёл к себе в гостинство, где он там поселился. Наутро номер открывают, Виткевич лежит застреленный, а архив его исчез. Считается, что он застрелился после того, как сходил из Населерода. Архив сжёг в камине. Несколько сундуков бумаг сгорело. Ну, никто не знает, правда это или нет. Но факт, что Виткевич, который пытался Афганистан сделать пророссийским, он погиб. И в Афганистане не осталось никакого российского влияния. После этого Бернс вернулся в Афганистан. Они решили свергнуть Дос Мухаммеда, десантные барыши прошли, всё оказалось в порядке. И началась война. После нескольких стычек заняли Кабул, Дос Мухаммед бежал. Ну, а Бернс поселился в Кабуле, там поставили своего шаха, марионеточного. Он поселился и жил жизнью такого вице-короля практически. Когда британская армия входила ещё в Кабул, говорят, какой-то старый дервиш сидя у ворот города изрёк. Афган вы можете взять, но править им вы не сможете. Ну, примерно как Чингисхану в Китае когда-то сказали, что можно взять империю сидя на коне, но нельзя и управлять сидя на коне. То же самое примерно сказали и британцы. Оказывается, Дос Мухаммед был единственным, на кого были согласны все окружающие племена. И племена начали ссориться между собой, земля начала гореть под ногами, и Афганистан превращался просто в Сомали после того, как единственный легитимный правитель был свергнут. Бернс его этого, кажется, даже не замечал. Он окружил себя наложницами, ну, любил красивую жизнь, он был молодой и горячий. И наложницы ещё больше раздражали афганцев, надо сказать. И всё началось с того, что про этих наложниц стали рассказывать буквально уже на базаре. Люди просто собрались и стали осаждать это посольство, в котором Бернс находился. Войска оказались не готовы воевать, хотя там было 12 тысяч солдат. Бернс до последнего просил не стрелять во афганцев, он надеялся, что всё миром решится. В итоге всё кончилось очень плохо, потому что посольство взяли штурм, Бернса убили. Говорят, что он, в конце концов, когда уже афганцы начали разбирать крышу и через крышу стрелять внутрь, он взял револьвер, просто вышел в сад, и его там растрезали на куски. А Бернс ничего не осталось. Хотя ещё недавно человек ездил на слоня по Кабуле. И началась эта афганская война. Британцам пришлось покинуть Кабул. Произошло это тоже очень неудачно. 12 тысяч армии вместе с семьи, с детьми, они вышли из Кабула и пошли через горы в Индию. Британцы в красных мундирах идут через снежные горы. Вокруг их окружают афганские отряды, которые то с одной стороны стреляют, то с другой, то налетают с саблями. Ночью люди ложатся спать, просыпаются уже обмороженными, очень холодно. И в итоге, это очень известная история, остатки армии есть такая картина, даже не одна, по-моему, картина посвящена этому эпизоду. Единственный человек раненый едет практически по пустыне, почти падает с лошади. «Зе Ременцов и Нармия» называется сцена. Один единственный доктор приехал в итоге в Индию. Где армия? Я эту армию сказал. Доктор и упал с коня. Один человек вернулся. Всех остальных, а бенцы просто перебили по дороге. Вот так закончилась большая игра в Афганистане в тот период, в первой половине 19 века. И англичане на время там свое влияние потеряли. Но большая игра все равно продолжалась. Агенты продолжали ездить в Среднюю Азию. И вот как появился термин «большая игра», например, офицер по имени Конноле приехал в Бухарский Эмират, опять в Бухару приехал, где Муркрофту не повезло, где и Берн с Светкевичем работали. Он приехал опять в ту же самую Бухару и собирался начинать окучивать Бухарского Эмира, чтобы тот опять-таки склонился к Англии. Звали его Насрула Эмира. Он остался в памяти, кстати, как самый жестокий эмир за много времени. И после него такого уже не было. Но Насрула, он очень любил свой придворный этикет, не готов был от него отказаться. И вот Насрулу везут в его полонкине А тут на площади стоит этот британский офицер, который отдает ему честь. Честь он отдал вот так вот и поехал дальше. Бухарский Эмир ждал, что этот британец упадет перед ним ниц и будет ему кланяться. Он очень надулся и больше ни слова не сказал. Но потом сразу два британских офицера оказались у него в тюрьме. Стодрат и Конноле один поехал выручать другого. И вот они вдвоем сидят у эмира в яме с клопами. Обоим шах отрубил головы. Оказалось, что все это время Стодрат вел дневник, писал своей собственной кровью записки у шахов в яме. Надо сказать, клопов там разводили специально. Эта яма потом сохранилась в десятки лет. Уже Россия пришла. Бухарский Эмират уже давно стал российским протекторатом. Но поскольку эмиров не свергали, то яма с клопами, именно ряд смерти, с которого сбрасывали неугодных, они пока оставались. Оставались они почти уже до конца Российской империи. И вот обоих англичан казнили, но остался дневник, написанный кровью. Он вел свои записки между строками Евангелия. У него был с собой Евангелие, и он записывал все, что видел вокруг. Потом туда приехал русский разведчик Игнатьев. Он приехал освобождать рабов. Потому что Хивай и Бухара постоянно захватывали русских пленных, русских рабов, и Игнатьев поехал договариваться об этом, чтобы их отпустили. Он приехал, несколько рабов ему удалось освободить, человек 12 с ним отпустили. Когда он собирался уже уезжать, один из освобожденных притянул ему дневник с Додрота, написанный кровью, и сказал, что он несколько лет его хранил у себя, чтобы к нему случайно попал. И Игнатьев, уже внимательно изучив этот дневник, переписав, он его вернул потом в Британию родственник британского офицера. Вот в таких условиях проходила большая игра. вот в таких условиях они работали над тем, чтобы продвинуть свою империю все дальше на север в случае Британии или на юг в случае России. Но на Берн-Севиткевич все это не закончилось. Британии было непросто там жить, даже в Индии, потому что в Индии начиналось, например, восстание сипаев. Восстание сипаев, восстание самых верных войск, которых сами англичане обучили. И британцы одновременно воевали с Китаем, была опыльная война. И с сипаями у себя в Индии. Вся Индия горела, и британцы чуть было ее не потеряли. Примерно два года продолжался пункт сипаев, это восстание. И именно во время этого восстания британцы, им пришлось прибегать к новому способу казни, людей привязывали к пушкам, чтобы выстрел из пушки разорвал их на куски. Это было мощной мерой психологического воздействия, потому что каждый индус, он старался сохранить свое тело для будущего перерождения. Ну и для мусульманина то же самое. Для него это означает, ну как подвергнуться с осквернением, то есть твое тело разрывает после смерти на части. И поэтому, конечно, боясь этой казни, можно было отступить и не воевать с англичанами, поэтому британцы ее использовали. Вот, кстати, гораздо позже была написана картина, которая посвящена именно этим событиям. Не восстанию сипаев, но восстанием в Британской Индии вообще. Василий Васильевич Верещагин, он написал картину под названием «Казнь восставших в Индии англичанами», насколько я понял, так и называлась. И вот этой картины здесь как раз нет. Здесь есть трилогия казней, там две части, две огромные картины, одна посвящена распятию римлянами, другая посвящена казнь бунтовщиков в России, а третьей картины нет. Третья картина как раз казнь индийских восставших, там изображены индусы, привязанные к пушкам, ну и люди в красных мундирах вот вокруг. Эта картина была написана сильно позже, но по следам этих событий, хотя сам Верещагин вроде бы этих казней не застал, надо сказать, что эту картину больше всего не любили конечно англичане, а Верещагин ездил с ней выставляться и в Британию в том числе, и там была ужасная пресса, ну о том, что на самом деле мы не казнили плохих, хороших людей, мы казнили так только кого надо, и что давно уже так не делают, и еще мундиры не точно отображены на этой картине, у нас не совсем такие. И у него много раз пытались эту картину купить, в конце концов он ее продал, и вот самое интересное, что больше ее никто никогда не видел. То есть сохранились копии, сохранились уже фотографии с копией, но сама картина исчезла навсегда, ее до сих пор не нашли, насколько мне известно. Ну вот, и кстати, не поговорить ли нам о Верещаге, правда, что я заговорил о нем. Дело в том, что как раз в этот период, в середине 19 века, как раз в это время начинаются большие географические экспедиции, которые Россия проводит в этом регионе, и туда едут и географы, и офицеры, ну и едут люди самых разных профессий, ну и мы знаем, что Верещагин, он не так просто оказался в Средней Азии, он закончил сначала кадетский корпус, потом учился на художника, а потом вдруг почему-то позвали его военным художником, генерал-губернатор Кауфман, позвал его с собой, и Верещагин оказался настолько хорошим художником, что он скорский солдат неделю оборонял Самарканда от нескольких тысяч восставших после того, как русские захватили Самарканда, и биография Верещагина в Средней Азии это война, но казалось бы художник не любит войну, он все время рисует картины, которые все признают антивоенными, хотя он баталист, но при этом насколько мне известно, в Германии запретили выставлять его картины в то время, потому что подрывал боевой дух немецкой нации в тот момент. А Верещагин, несмотря на то, что войну не любит, он снова и снова оказывается в таких местах, которые с войной связаны. потом он оказался на турецкой войне, и там тоже его ранили, его в бедро ранило. Потом он оказался в Индии, Индия была британской, и он рисовал картины в Индии, много написал, большая серия есть на выставке, конечно, тоже. Но кроме этого, он писал письма домой, и о чем он писал, очень сложно сказать, но факт, что Верещагина в Индии преследовали. Верещагина преследовали в Индии, на него нападали, его пытались ограбить, и он, не знаю, связывал ли это со своей деятельностью, связывал ли он с письмами, которые он пишет домой, или с картинами, которые он пишет. Но факт, что Верещагин подвергался нападениям. А уже чем заканчивается биография Верещагина? Почему-то перед японской войной, прямо перед столкновением, он оказывается в Японии, в Японии, он тоже пишет картины, однажды, придя домой, он видит страшный беспорядок, у него дома был обыск, пока его не было. Это несмотря на то, что он поехал туда из Парижа под видом французского художника. Никто не должен был знать, что он из России. Но все равно, Верещагина преследовали в Японии. И вот, ну никак нельзя сказать, что Верещагин разведчик. Вот почему он все время оказывается в таких местах, почему с ним такие вещи происходят, тоже непонятно. Вот ног неясного. Ну и погиб он, конечно, тоже на русско-японской войне, как мы знаем, погиб вместе с броненосцем Петропавловск. И, в общем, это было, конечно, героическим завершением его карьеры, его жизни, биографии. Ну вот. То есть и художника можно теоретически отнести к участникам большой игры. Если человек просто даже пишет письма из Индии, в этих письмах всегда будет информация, которая касается политической обстановки или военных. И географов, и путешественников, в кого угодно, и никогда непонятно, является человек разведчиком или нет. Ну, то же самое с британцами. Всегда известно, что чентльмен, он в первую очередь служит короне. Где бы он ни был, он всегда будет стремиться защищать интересы своей страны. И британцы тоже так же поступали. Но британцы, они не отправляли географических экспедиций почти никаких, а вот русские отправляли. Например, вот в 50-е годы XIX века Семенов-Тяньшанский. Я в прошлый раз, две недели назад много рассказывал про то, как присоединяли Казахстан, Киргизию, к России. Вот Семенов-Тяньшанский очень мне это поспособствовал. Семенов, он гениальный географ, ну, и хороший писатель, он сделал прекрасную книжку «Путешествие в Тяньшань», где он много пишет об измерениях, об открытии новых видов растений, о том, как он мерил высоту в горах и составлял карты. Но при этом, что еще мы видим из этой книжки? Семенов составляет советы о том, как лучше присоединять киргизские и казахские племена. Если мы присоединим одно, то они усиливаются, пойдет цепная реакция, их врагам тоже придется присоединяться к нам. Такие соображения там есть. Семенов советует выпрямлять границу и строить бронительные линии. Семенов пишет про то, что у китайцев работ на границе поставлено лучше, надо принимать у них премьеры. Он участвует в примирении враждующих племен, он практически приводит племя Буга, которые не знали, к кому им слониться, к Аканскому хану или к Китаю. Он приводит их практически под власть России. Ну и главное, еще Семенов находит очень ценный кадр для того, чтобы вести разведку. Он нашел Чиканова-Лиханова. Чиканов-Лиханов очень интересный персонаж. Он этнический казах или киргиз, как тогда говорили. Он потомок Чингисхан, Чингизид, потомок других ханов, которые правили в тех местах. Лиханов знал множество восточных языков, самое главное, он не был похож на русского. Это было очень важно. И узнав об этом необычном человеке, Семенов понимает, что ему не надо прозябать в Южной Сибири, что ему надо работать в другом профиле. Он обращается к генерал-губернатору, там был Гасфорд, генерал-губернатор, и советует ему отправить в Лиханову на развед, отправить его в Кашгар. Кашгар это было очень интересное место. Сейчас это Китай, а тогда это было независимое прохотное ханство. Оазис между Кунь-Луним и Тянь-Шанем, там углом сходятся горы, и с третьей стороны пустыня, а там треугольник десятки сотни километров полнородной земли, и вот в этом оазисе никто не знал, что происходит. А это был ключевой узел на пути в Индию. Зачем вообще русским нужны были пути в Индию, если они не собирались ее захватывать на самом деле? Они были нужны для того, чтобы добиться каких-то уступок от англичан в Европе. Если их захватить, то потом их можно на что-нибудь обменять. И поэтому Кашгар был очень интересен. Место было замечательное. Там религия ислама, там собираются люди для того, чтобы подороговать. Через него ходят все караваны. древний шелковый путь, и он действует и сейчас. Через него проходит шоссе по Китаю, через него может попасть Пакистан, через Кашгар, и близлежащие Хатан, Еркент, там огромное пакистанское шоссе идет рядом с Кашгаром. В общем, это место, через которое люди всегда возили товары и всегда ходили со своим походом. И вот в Кашгар как раз решили отправить Валиханово. Там не было до этого момента ни одного русского, там было два европейца. Одного из них били бамбуками и отправили домой. Второго казнили и положили голову на обору черепов сверху. увенчали ее. Вот вам иллюстрация там есть. В общем, Кашгар был местным совершенно неисследованным, исследовать его было сложно. Если бы туда приехал русский человек, его бы сразу убили. Если бы туда приехал на печенье, его бы тоже сразу убили. Никто не хотел, чтобы их захватили. Люди жили хорошо. Это было место, через которое ходили все караваны, и они наслаждались просто пошлинами со всех караванов, всеми доходами с торговли, которые там происходили. Там были огромные караваны сарая, там росли фрукт, которыми кормили этих всех караван-паши водителей караванов. Там был институт временных жен, потому что в исламе же нельзя заниматься любовь за деньги. Это харам. А вот в Кашгаре считалось, что если ты на время купил себе жену и женился на ней по-настоящему, хотя и на время, то это нормально. Там был самый лучший кашиш в Средней Азии, про это Валиханов тоже писал своих отчетах, когда доехал. Вот Валиханова отправили туда с купеческим караваном, выдавали его за простого торговца, который даже по-русски не говорит. Валиханов говорил там на семи, скажем, языках. И он в Кашгар съездил, вернулся оттуда живой, это первый человек в Европе вообще, который про Кашгар что-то писал. А нашел его Семенов, простой географ, естественно, военной службе. Семенов тоже разведывал пути в Кашгар, Семенов говорил о том, как нам этот регион пригодится, и вот прямого столкновения с англичанами у них не было, но все равно любой географ, как мы видим, это разведчик в первую очередь. То же самое было с Пржевальским. Пржевальский все время оказывался в тех местах, где Российская империя имела свой интерес, он все время пытался добраться до Тибета и в конце концов уже даже получил разрешение на это тибетских властей, но мы помним, что он в пятой своей экспедиции как раз в Киргизии погиб. Он умер на болезни на берегу Иссык-куля и похоронен в Караколе. Назвали его Пржевальск раньше в городе. Но настоящая большая игра это не просто когда вы ведете разведку, а когда интересы сталкиваются. в романе Киплинга Ким, который посвящен именно этому понятию. Многие даже думали раньше, когда было меньше источников информации, что собственно Киплинг придумывает словосочетание большая игра. На самом деле его сочинил термин первый придумал именно Конноле тот, который погиб за стенках в Бухаре, когда началась война в Афганистане, то им обоим трубили голову со Стотрадом. Вот большая игра первым употребила это именно Конноле. А Киплинг просто подхватил. Это был уже самое начало XX века, когда он написал свой известный роман. Роман Ким посвящен тому, что мальчик, живущий в Индии, он с детства склонен к разного рода интригам, и он способен принимать разные личины, он способен воздействовать психологически на людей, он способен притворяться, выполнять самые разные роли, и он встречается с торговцем лошадьми, который предлагает ему работу, и ему приходится все время переодеваться, хищать какие-то книги. Потом он находит себе учителя буддийского ламу, учитель думает, что у него новый ученик, а ученику нужно прикрытие, чтобы пройти на север, и там, на севере, составить конкуренцию людям, которые пришли через Гималай, спускаются с гор, подговаривают местные княжества перейти на их сторону, представляют французами, но на самом деле это не французы, ну и Ким таким образом борется с русскими агентами, вот о чем этот роман. Как раз о большой игре, и это словосочетание там звучит неоднократно. «Только когда все умрут, тогда закончится большая игра». Вот одна из цитат из этого романа. И действительно там можно было умереть. Вот еще один случай очень известный прямого столкновения, каких было очень мало, это случай с Янгхазбентом и Грамчевским. Грамчевский болят на русской службе, Янгхазбент это британский офицер. Грамчевский исследовал по миру. В тот момент уже русские дошли до границы Афганистана, дошли до Кушки. В Афганистане ситуация успокоилась, там размежевали границу. Если посмотреть на карту, у Афганистана есть такой хвостик, ведущий на восток, это гендукушские перевалы, хребет гендукуш. Этот хвостик там существует специально для того, чтобы Российская империя не сприкасалась с Индией никак. Это все стало результатом договоренностей. Ну, а дальше на восток, в Памире. Территория не была еще разграничена. Янг Хасбендову пришлось туда ехать для того, чтобы не допустить туда русских просто-напросто. Ну, а с другой стороны, туда ездил Грамчевский, русский офицер. Он и в Афганистане тоже отличился в свое время. Точнее, ему удалось найти в Самарканде наследника афганского престола. Он его вооружил и отправил его в Афганистан сферегать тогдашнего шаха, который был за англичан. Была довольно долгая битва у них и несколько месяцев этот российский вариант, российский правитель Афганистана, он соперничал с тогдашним шахом. Пока англичане все-таки шаха не снабдили горными пушками в достаточном количестве, тот не победил. В общем, Грамчевский отличился сначала в Афганистане, потом его отправили в Памир проводить географические исследования. И Грамчевский путешествует по Памиру, а тем временем Янг Хасбенд пробился туда же примерно. Он столкнулся в пути с племенем Хунза, покорил их. По его сообщениям у правителя небольшого племени он нашел тайную комнату, а в ней портрет Александра Третьего и кучу российского оружия. Неизвестно, правда это или нет, но, скорее всего, правда, потому что эти Хунзы никак не хотели подчиниться и пытались воевать с англичанами. Кстати, Хунза очень известный народ, если кто-то не знает. В интернете легко найти о них массу материалов о том, что эти люди живут до 160 лет, что рожают до 70, питаются одними абрикосами, не болеют вообще ничем никогда. И никогда ни с кем не воевали, конечно. Вот они воевали. То есть, они, во-первых, охраняли свой перевал, грабили кроват, и охраняли кроват, брали пошлины. Ну, во-вторых, они воевали с англичанами, в-третьих, они, конечно, самые обычные люди и все это вранье. Абрикосы, правда, там тоже вкусные, говорят. Вот Ян Хазмин подчинил Тихунск, пошел дальше на север, и там столкнулся прямо с Грамбчевским, прямо вот столкнулся. То есть, пришли люди и позвали Грамбчевского на ужин в экспедицию англичан. Две экспедиции не будут друг в друга стрелять, не джентльмены, они покажут взаимное уважение. Они могут искать друг друга агентов, которые друг в друга будут стрелять, но Британия и Россия не должны сталкиваться ни в коем случае, потому что это будет война тогда. И они друг в друга очень оборудовались. Белые люди, единственные на тысячи километров вокруг. Ян Хазмин с Грамбчевским три дня стояли вместе, долго общались. Грамбчевский подарил Ян Хазмину карту территории, которую он составлял, ну, от широкой души. Не жалко. А Ян Хазмин, вращаясь, показал ему дальше дорогу в Тибет и сказал, идите вон туда. Грамбчевский шел два месяца. Он потерял всех лошадей. Люди все обморозились, начиналась гангрена. Они решили вернуться. Каким-то чудом никто не погиб. Естественно, оказалось, что Ян Хазмин отправил их в неправильную сторону. Сражаться нельзя, а показать неправильную сторону можно. И Ян Хазмин с Грамбчевским так и расстались. Они больше не виделись очень долго. Самое интересное, что они общались десятки лет спустя. В России произошла революция, давно уже нет Российской империи. И тут прославленный герой Британии, обласканный венчанной наградой Ян Хазмин у себя в Англии узнает, что его старый знакомый Крамбчевский, чудом выживший в своей экспедиции, он живет в Париже в эмиграции, голодает, у него очень плохо со здоровьем, он просто нищенствует. И Ян Хазмин стал с ним общаться, они писали друг другу, Ян Хазмин ему помогал материально, насколько мне известно, помог ему книжку издать. Книжку воспоминаний Крамбчевского издали в 1926 году только на польском языке, потому что он все-таки поляк, а не русский. Он все время про это упоминал сам, но просто поляк на российской службе. Никак он не хотел примириться с тем, что он часть Российской империи. Но при этом книжка называется на российской службе, и он очень отважно выполнял свой долг, очень самоотверженно. И вот в этой книжке случайно каким-то образом она мне попала вот на эту неделю, когда я лекцию готовил. Просто мне пришли люди и сказали, что представляешь, тут книга, которая единственный раз сдавалась на польском, в 1926 году, ее перевели на русский язык, 500 экземпляров выпустил. И дают мне почитать. Я открываю, вот про Рангхлазбенда там два слова, что вот хорошо, мы три дня вместе постояли, а потом очень тяжелая была экспедиция. Джентльмен остался джентльменом, он про Рангхлазбенда ничего плохого не написал. И эта книжка была написана, даже не дописана она, потому что Крамчевский как раз в этот момент умер. В 1926 году, когда вся большая игра уже давно была позади, и уже и Российской империи нет, и Британская скоро закончится. И вот так проходила большая игра. С английской стороны был очень интересный феномен, назывался пандиты. Еще в 60-е год, 19-го века, был капитан Монтгомери в Северной Индии, который понял, каким именно образом нужно вести разведку. он организовал свою собственную географическую разведывательную службу, где он обучал только местных людей, никаких англичан ни в коем случае. И как это происходило? Он наряжал их буддийских паломников, желтые или красные халаты, шапки особого фасона, особые сапоги. Паломник всегда ходит с четками. Монтгомери от этих четок их должно быть 108, 108 это священное число в буддизме. Он отрывал от них 8 бусин, оставлял 100, говорил, каждые 100 шагов одну четку перекидываешь. Так можно идти, идти, главное поддерживать одинаковые темпы, и ты знаешь, какое расстояние ты прошел. Он учил специально держать одинаковые темпы, когда они идут вверх, когда они идут вниз по горам, чтобы они не сбивались. И так можно было посчитать расстояние. Компас был вделан в крышку молитвенного барабана. Человек идет, крутит молитвенный барабанщик, внутри свиток с молитвами, ну а где-то в крышке вделан компас. Можешь посмотреть, куда ты идешь. Ртуть для градусников была в раковинах каури. Спрятаны прям шарики ртути, залиты внутрь маленьких раковин, которые как украшения используются во всем мире, кое-где даже как деньги. Ртуть для чего нужна? Она нужна для того, чтобы выставить уровень инструментов, по которым ты определяешь широту и долготу, всякие бусоли, секстанты. И надо как-то вести заметки. Чтобы вести заметки, открываешь молитвенный барабан, там внутри длинный-длинный свиток с молитвами. Конечно, никаких молитв там на самом деле нет в барабане, намотанных на оси. А вместо этого там просто длинный рулон, как в кассовом параде, и ты потихоньку на нем пишешь свои записки. Они сделали массу географических открытий этих пандитов. Кто-то буддийский паломник, кто-то просто купец, кто-то паломник в Меку, но это сложно, надо идти в сторону Меки тогда. Так тоже делали. И они на 15 лет обеспечили британских географов материалом, потому что Индия была плохо изучена на тот момент, и Тибет по миру еще хуже. Но пандиты, они очень сильно продвинули науку вперед, при этом рискуя слабой. Многие из них не вернулись, мемуаров никто из них не оставил, и известны только несколько случаев из их жизни. Ну, вот роман Ким, он про пандитов, то есть пандитов называют самого Кима в этом романе. Там есть и Ким, и другие пандиты, все это вот детище капитана Монгомери. Еще пандиты оставили всего несколько случаев, которые про них известны, например, про то, как один из них складывает вокруг себя инструмент в потайном месте, чтобы никто не видел, хочет определить широту, долготу, высоту над уровнем моря, для этого надо развести огонь и кипятить в нем градусник. По температуре кипения можно узнать высоту. И тут видят, что за ним наблюдает какой-то старик, очень внимательно. Что это ты делаешь? Ну все, кранты, думает, пандит. меня сейчас убьют. Любого иностранца в тех местах первым делом пытались убить, а если он шпион, то вторым делом тоже. Он говорит, я всего лишь скромный музейманин, который пытается определить точное время для совершения намаза. Вот какой мудрый по-мире. Но за Тибет британцы очень беспокоились. Они боялись, что русские его все-таки захватят. Беспокоились, в общем, правильно, потому что русские там тоже вели работу. Был такой, например, Бадмаев. Бадмаев это был личный лекарь Александра III и Николаев II. Суть по его фамилии, вы можете понять, что он из Бурят, насколько я помню, и Бадмаев, такой, Бурят монгольского происхождения, он был сведущ в тибетской медицине. Вот известно, что Распутин, он все время пытался лечить царскую семью, но когда Распутин болел, он обращался к Бадмаеву. То есть Бадмаев был очень авторитетным человеком, его потомки занимались и в Советском Союзе тем же самым, лечили всю элиту советского общества, всю номенклатуру. Тибетская медицина в России и в Советском она была в общем основана именно Бадмаеву. Вот Бадмаев, он ездил в Китай, он возвращался и писал сначала Александру, потом Николаю, он писал отчеты о том, что нам срочно нужна железная дорога, что Китай непременно развалится, империцы развалятся, и тогда мы можем забрать и Северный Китай, и Уигурию всю, Туркестан китайский, и Тибет тоже. В общем, Бадмаев он был непростым лекарем, скажем так. И Тибет скорее всего, он, конечно, российским не стал бы, но проекты такие были. Следующий, кого отправили в Тибет, был такой русский пандит Цибиков Кудбажап. Он тоже взял с собой молитвенный барабан, в него положил фотоаппарат. Он тоже был не похож на русского, как можно понять по его имени, он тоже был прят. Кудбажап Цибиков отправился в Тибет, был первый русский в Тибете, и ему удалось скрытно, под видом паломника, но он действительно паломник, конечно, праведный, буддийский паломник, у него книжка так и называется, «Буддийский паломник в Тибете», как-то так. Но он, помимо этого, вел разведку, первый русский разведчик в Тибете это был, он добрался до самой Ласы, Лхасы, столицы Тибета, это был первый человек, который ее сфотографировал, первый в мире, он вернулся счастливо, оставил отчеты, оставил книжку, ну, конечно, для генштаба то, что он написал, но никто не знает, что все это до сих пор засекречено. Большая часть материалов по большой игре она уже никому неизвестна на самом деле. И вот он вернулся и думал, что делать с фотографиями, это тоже очень известная история, в интернете можно найти, как основывал, как образовался журнал National Geographic. Он был научным журналом и сразу разорился, научные статьи были никому не нужны. Тут они открывают конверт, который по почте пришел, а там фотографии Тибета, они взяли целый номер с фотографий, забабахали, фотографии гамбажа Цибикова. National Geographic стал успешным проектом, существует до сих пор. Ненаучный журнал с красивой фотографией. Такой формат придумали они тоже благодаря Цибиковой, русскому пандиту. И вот, чтобы все это безобразие прекратить, чтобы прекратить расшествие русских в Тибете, янг-хасбенда отправили в Тибет тоже. Он взял с собой отряд и пошел подчинять Тибет в 1903 году, уже начало 20 века. Большая игра, видите, все идет дальше и дальше на восток, потому что границы постепенно размежевываются и опасность исчезает. На западе, в Афганистане все понятно, в Памире тоже все стало понятно, а в Тибет еще непонятно. Китай слабеет, и в Тибете его влияние все меньше, и надо решать, чей будет Тибет. Янг-хасбенда пришел в Тибет и у него не было даже намерения воевать с тибетцами, у тибетцев не было намерения воевать с англичанами, но вышло так, что Далай-ламы 13-й, который брал в Тибете в тот момент, он обратился к своему Чуйджин-ламе. Чуйджин-ламе, человек, который впадает в транс, великое тибетское божество, спускается в Пихар. Есть много разных имен, у него одно из них в Пихар. Вот Пихар приходит и человек от его имени в трансе сговаривает, дает советы, предсказывает будущее и Чуйджин-лама есть у каждого Далай-ламы, у Миничного тоже. Вот тогдашем Чуйджин-лама дал совет отправляться с армией вперед на встречу англичанам, но при этом ружья не заряжать, потому что все закончится миром. Ну и в общем есть резон, если вы ружья не зарядили, то вы случайно в англичан не выстрелите. Ну, ружья у них были однозарядные, заряжались ствола, поэтому, когда столкновение все-таки началось, то зарядить они просто не успели. И тибетская армия, тибетский отряд был просто разбит, Янг Хасмент без боя почти уже дальше захватил Тибет. И Тибет стал проанглийским. Надо сказать, что Янг Хасмент отдельно упоминал, что никаких портретов русского императора и никаких российских винтовок у тибетцев не нашли. То есть, ну, как бы зря сходили. Вот. И, в общем, это показывает, что тут большая игра-то, она уже и заканчивается. То есть, конечно, англичане помогали японцам в русско-японской войне, помогали Японии вооружиться. Конечно, они как-то участвовали и в русской революции 1904-1905 года. Но к большой игре это уже никак не отнестись. Закончилась Средняя Азия, закончилась большая игра. Вот так она и закончилась. Ее эхо, оно доходило потом еще долго. Рериха, когда он шел со своей экспедиции, его задержали на 9 месяцев на Горном перевале, там был счет минус 60, и Рериха со своей экспедицией сидели там, потому что английский агент не давали им пройти дальше. Ну, им не давали разрешения, и все. Тибет, когда уже Великая Отечественная война, Вторая мировая закончилась, Тибет чуть было не стал российским. Там были сепаратисты, которые хотели присоединиться к Советскому Союзу. Но Сталин договорился с Мао, и самолет сепаратистов случайно разбился, а Тибет остался китайским. Ну, и афганская война, конечно, и даже не одна. Англичане не могли управлять афганом, Советская армия не смогла починить Афганистан полностью. Сейчас еще одна страна, которая не может вывести оттуда войска, потому что сразу все взорвется. И вот это все дает, конечно, основание говорить о том, что большая игра продолжается. Ну, конечно, на самом деле нет. И вообще, конечно, никогда не было. Как многие говорят. Вот все. Вот спасибо. Теперь, наверное, можно мне задать какие-то вопросы любые про большую игру, про музей, про юрту, про что угодно. Скажите, пожалуйста, вот называется Туркестанская серия, это значит и там Самакан, и Афганистан, это все вот это, что ли, как бы, весь этот регион? Ну, Афганистан, в принципе, не относится к Туркестану, это отдельный культурно-исторический регион. А что значит там относится к этой серии? Как бы, как регион? Это с этнографической точки зрения легко определить. Туркестан это то, где живут тюрки. То есть, вот заканчивается Персия, дальше на восток начинаются Туркмения, Узбекистан, Киргизия, там живут тюркоговорящие народы. Туркестан к ним не относится, потому что они персы тоже, на самом-то деле. Дальше Туркестан продолжается уже в Китае. Есть китайский Туркестан, восточный Туркестан, там живут уйгуры, уйгуры тоже такие же, как наши узбеки или киргизы, наши знакомые. Вот что такое Туркестан. Это вот как бы до Туркестана было, в смысле? Ну, в 19 веке все это уже называлось Туркестаном. А, в общем, Перещагин без этого был? Ну, да, он и Туркестан он объехал вдоль и поперек. Он был потом и в Индии, и в Тибете. И в Тибете он был, да? Да, он проезжал через Тибет. Конечно, не полностью его объездил, но он проезжал и вот картинки, картины из Ладак, где там яки придут с караваном соли, кажется, такие. Вот Ладак это, по сути, уже преддверие Тибета. То есть, в Тибете он тоже был. там, в общем, просто еще не было на выставке, там как бы все отражено, да? Да, да, там все эти регионы, можно просто составить на графическое пособие, по-нибудь, на графическое, географическое, очень подробно, это же военный художник. Задача военного художника была в том, чтобы максимально полно, подробно отобразить и события, и регион, чтобы можно было по ним готовить военных где-нибудь в Петербурге. Он этим и занимался. Верещагин. Он как бы, судя по всему, он был как бы человек, ну, приятельный, как это называется, герпион, человек влияния, да? Как это, да? Верещагин. Ну, Верещагин находился на российской военной службе, во-первых, и в этом смысле он, конечно, являлся неким агентом российской короны, как любой человек на службе. Ну, и во-вторых, как любой талантливый человек, он, конечно, был очень влиятельен, влиятельен до сих пор, хотя уже больше ста лет, как он его не узнал. Какая компания? Афганская. Для англичан? Ну, и для нас. Они не были рентабельны, потому что это не Индия, и афганская компания, в общем, не была рентабельна для англичан, потому что Афганистан это не богатая Индия, он раздробленный, при этом воинственный, все воюют со всеми, и поэтому захват Афганистана имел чисто в первую очередь политическое значение. И второй вопрос. А как организационно и устранить разведку российских генерий? То есть, какая агентация, было ли название бронирования, которое занималось в этом разведке? Или было ли центральное ворота? Там были разного рода комитеты при генеральном штабе, и очень часто генерал, который вел какую-нибудь разведку, он отчитывался непосредственно императору, так что даже никаких структур сейчас не создавалось. А вот можно вопрос про более позднее время? Советский Санкт-Петербург, да, кочевые времена по-прежнему есть, но киркзицы. И вот они кочуют туда-сюда, еще куда они ходят, они могут случайно там перейти через границу, не может кто-то проникнуть через границу, большие, большие, большие деятельства, какие-то в советское время проникнуть через границу, через советскую границу, это было уже очень сложно. То есть, во времена, когда сражались с басмачами там 20-е годы, это было вполне реально. В более позднем Советском Союзе никаких кочевников никуда, конечно, через границу не пускали. То есть, вот скажем, в современной Африке повсюду есть ситуация, что кочевник живет, скажем, в Ливии, а сам спокойно ходит в Тунис, в Алжир, просто потому что границы нет в пустыне. Он кочует, как привык, и водит караван, как привыкли его предки. В Советском Союзе такого быть не могло, и граница была закрыта, естественно, для всех. А вот какие племена сейчас считаются кочевыми? Вот такие, например, монголы, а не кочевые? Монголы, конечно, кочевые. Половина всех монголов живет в Ютах. Ну, не половина, но больше третья. Миллион людей живет в степи в Монголии. А они как по своему региону только, да, кочевники? Кочуют ли кочевники далеко? На самом деле, все кочевники кочуют недалеко. Они живут в своих родных местах, на своих родовых пастбищах. Все пастбища подельные. Это давно уже не экстенсивное хозяйство, а интенсивное. То есть ты не можешь взять и встать где хочешь. Везде есть какая-то семья, которой эти пастбища принадлежат. И они кочуют по кругу. Там весна, лето, зима, осень. Они кочуют, возвращаясь каждый год на старое место. И вот такие люди. Их очень много в Монголии. Есть в Китайском Туркестане уйгуры. Есть кочевые. тибетцы. Их довольно много. Дрогпа всякие кочевники. Есть, конечно, киргизы. Насчет казахов не уверен. Кажется, они все уже оседлены. Хотя они очень любят и уважают свои юрты. И юрты ставят на праздники, на похороны. Но, кажется, они уже не кочуют. В Туркмении, скорее всего, кто-то сохранился. В Афганистане полным-полно. Пуштуны, белуджи. Многие из них тоже тюрки, кстати говоря. В Узбекистане кочевников, насколько мне известно, нет, потому что они вообще давным-давно уже пересели, перешли на оседлость. В Иране очень много кочевников. Ну, есть, конечно, наши калмыки на Волге. Но калмыки уже тоже не кочуют. Калмыки, башкиры, буряты это давным-давно оседлые народы. Вообще, кочевников по миру очень много. У нас в музее сейчас 27 жилищ. Я даже не знал, сколько их. Недавно нам привезли огнетушители дополнительные. Я их расставлял, и номера на них стоят. Получилось 27. 27 разных кочевых жилищ у нас. По всему миру окинут, живут. Это все подлинные жилища? Да, мы привозим. Вот юрт стоит. Юрты, чумы, шатры, палатки. Все откуда-то привезены. Да, все привезены, конечно. А где же они спят? Ну, эта юрта довольно маленькая, и сразу видно, что строили оседлые люди, очень много вещей. Если вы посмотрите на картины Верещагина, то увидите, что там-то юрты пустые на самом деле, вещей очень мало у людей. Но ответ простой, так гораздо проще кочевать. И все киргизы, и туркмены, так же, как монголы, они почти дом никаких вещей это не держат. Здесь юрта, она и довольно маленькая, семья плохо в нее поместится, и вещей много. Обычно, в грудочи побольше, ну, до 6 метров обычно они бывают. Живет там вся семья, обычно нуклеарная, мам, папа, дети. Если у вас есть бабушка и дедушка, скорее всего, они отдельно живут в юрте или в поселок приехали, где-нибудь воил. И вся семья в этой юрте качует, все спят на коврах, на полу. Тут есть мужская и женская половина, ну, спят мужчины и женщины обычно на женской. А вещи хранят и сидят, когда гости приходят, все сидят на своей половине. Вот тут вот, с этой стороны у нас половина мужская, седло стоит, тут с этой стороны половина женская. Напротив входа почти у всех кочевников, неважно, мусульман, шаманистов, буддистов, у них напротив входа священная сторона, там сидит хозяин, рядом с ним жена сидит, чуть ближе к женской половине. Вот так почти у всех прям. И там хранят все священные предметы, что им досталось от предков, фотографии, средства длительного огня, некоторые особо ценные игры, какие-то шахматы могут лежать, ну и главный алтарь. То есть у буддистов там будут ханки, иконы, статуэтки, у мусульман там будет лежать Коран, у шаманистов там могут какие-то шаманские идолы, ангоны находиться. У киргизов, кстати, там еще высоченная стопка ковров, кыскитап их называют, войлочные книги. Это ковры, на которых записаны истории вашего рода. И киргизы эти ковры до сих пор хранят кое-где, не везде они, конечно, еще остались. Вот если поехать на Гентукуш, на вот этот хвостик Афганистана, который там появился в результате размножевания, то на Гентукуше там тоже качивают киргизы на территории Афганистана. И вот у них эти стопки ковров прямо до потолка. Они это обычно лучше всего сохранили. Это стопки ковров, по которым вы просто читаете историю своей семьи. Чем глубже, тем старше. Когда перекочевываете, снова в том же порядке их укладываете. Ну, кстати, вот Валиханов, он ценные отчеты оставлял о киргизах для российских властей. О том, что киргизы совсем недавно только приняли ислам, что это люди совершенно шаманского склада, что крестить их, конечно, безнадежно, и не нужно тут подповедовать православие в этих краях. но и лишний раз прививать ислам тоже не надо, потому что это люди, которые, в случае чего, все племена, которые живут в Средней Азии, они легко могут стать, ну, как бы, экстремистами просто-напросто. То есть, они будут использовать ислам для священной войны. Вот это же писал человек в середине 19 века. И так или иначе, вот такие советы для Российской империи, они считались очень важными. Люди старались работать и с политической стороной дела, и сонографически, примерять племена между собой, изучать религиозный вопрос. Гасфорд, генерал-губернатор, вообще свою религию придумал специально для того, чтобы дать ее киргизе. О него говорили, этот человек похож на перевернувшийся шкаф с книгами, у него в голове все перемешалось, хотя все очень много. Он был большим чудаком, и он решил, что раз киргизы недавно стали мусульманами, то, наверное, с целью больше стабильности в регионе можно свою религию какую-нибудь дать, тогда они будут нас лучше слушаться. И разработал религию на основе иудаизма. Ну, ислам это тоже иудаизм, просто очищенный, и Мухаммед говорил, что он просто исполняет заветы Аллаха, которые забыли и евреи, и христиане. Ну вот, наш Гасфорд, он, значит, решил, что другой иудаизм нужен нашим киргизам, что надо дать им иудаизм, при этом, проникнутый христианским духом, с множеством христианских обрядов, придумал целую религию и отправил Николаю первому депешеву о том, что он собирается эту религию вводить. Николай лично поставил на этой депеше свое резюме о том, что религии не изобретаются как рецепт пирожков, и отправил ему обратно и указывал считать странным человеком, хотя он был хорошим губернатором. Вот, что-то я очень пространно отвечал на этот вопрос. Давайте следующий. Спасибо, интересно все. Два вопроса простых. Вот эта маленькая юрта для животных правильно? Ой, нет, конечно, нет, это просто макет. Нет, животные на улице пускай живут. А собаки были с ними? Собаки есть вообще практически у всех людей всегда и везде. И собаки есть в каждом стойпище, конечно. Обязательно. Они сторожевые? Они и сторожевые, и детям поиграть с ними, и стад помогают пасти. Собаки есть практически всегда у всех людей. Вы знаете, кого у кочевников нет? У них нет котов. То есть есть определенные видимо ограничения, которые биологии на котов накладывают. Но это кот это животное, которому нужно свое место. Поэтому если они начинают кочевать, кот с ума сходит. Мы ни разу не видели кота, ни у одного кочевника. А есть есть, конечно, еще куры и свиньи, они не кочевают по простым причинам. То есть их не разводят кочевники никогда. Бесполезно. Но с котами ситуация была вроде не такая, очевидно. Действительно, собаки есть, а котов не бывает. А, ну и еще, конечно, у них нет крупы, и мыши не страшны. От любых мышей всегда можно откочевать. Поэтому кот и тебе тоже не нужен. Так люди коты, друг друг, не нужны. Еще тоже главный один вопрос. А как они купались, вот эти кочевы? И как сейчас они купались? Купались, да, вот баня, не баня. У нас русских бани, да? Бани практически никогда у кочевников раньше не было. Когда они приходили в город, они шли в хамам. В Туркестане был хамам в городе. Кочевники приедут, по своим делам, и в хамам идут. Это раз в три месяца, наверное, после. Да, а вы представьте себе зиму в Киржане где-нибудь, как там мыться пыть. Там не захочется мыться. Поэтому разные способы. Скраб можно сделать, намазаться маслом и скребать, например. Можно, в принципе, умываться или помыться где-нибудь в юрте, но это сложно. Сейчас везде в юртах, в чумах в наше время есть везде умывальники, зубные щетки, пласт, специально сбор Федоро-Волоск. И стараются помыть сами, детей помыть. Ну, так было не всегда и не везде. И огромная часть человечества и раньше не мылась, и сейчас делают это редко, это даже у нас, на самом-то деле. Но помыться в юрте плохо, просто бывает сложно, потому что зима и холодно. Летом можно в речке помыться. Ну, мусульманин должен мыться, конечно же, совершать мовень, но он делает это часто минимальное количество воды, целиком мыться он не будет. Зимой просто простучишься, и будет воспаление легких. А летом мыться в реках или рядом с ними. Монголы спрещают в реке купаться, а монголы – буддисты, но у них этот обычай более древний, что купаться в реке нельзя и мыться нельзя. Специально на коне переехать рек можно, а вот залезть и мыться там – это ужас и грешно, потому что духи воды обижаются, ты воду пачкаешь. А мусульман – другая установка, что надо быть чистым и надо мыться в речках. Поэтому есть легендарная история про детей Чингисхана. Одного звали Чикатэй, другого – Угэдэй. Один строгий, другой добрый. Угэдэй добрый был и мягкий, а Чикатэй был злой и резкий. Его назначили генеральным прокурором всей Могольской империи. И вот они как-то едут по степи и видят мусульманин в речке морится и Чикатэйтку. Ага, я сейчас им голову отрублю. Он послал своих мукеров, те притащили мусульманина. Угэдэй говорит – да нет, что ты, он же просто потерял в воде золотую монету. И монету туда подкинул. Мусульманина отпустили. Вот это культурное различие называется между мусульманами и тогдашими шаманистами монголами. Очень часто женится на ней брат, брат умершего. И, о, кстати, хороший кейс был об этом у Семенова, как раз в его книжке про тренажение. Это вообще бездна просто, а не книга. Семенова позвали в качестве бия – почетного приглашенного судьи, авторитета морального. Потому что у него погоны и монтеры красивые. Он чиновник откуда-то из Питера, из столицы. Позвали два племени казахов. Их тогда все называли киргизами, но на самом деле это были казахи. Надо держать в голове, когда читаешь. Два племени казахов позвали Семенова рассудить. Ну, там большой суд, два рода встречаются, судьи несколько, ну и один из них Семенов. В чем суть дела? За девушку заплатили Колым, жених приехал за ней. Она выходит с ножом и говорит, я себя убью, если бы меня за него отдадите, я за него не хочу замуж. Страшное оскорбление для жениха. Колым уже заплатил, а невест не хочет. Ну и позор же. Люди что скажут? Стыдно. Два рода судятся между собой. И аргументы у них такие. У одних, что наш жених заплатил Колым. Отдайте нам нашу невесту. Те говорят, ну пользы же не будет, если она себя убьет, да? Надо как договариваться. И вдобавок ваш жених женился уже пока еще. Собирал Колым. Он собирает Колым для нашей девушки, а в это время женится на другой. Наша будет второй женой. Это обидно, стыдно и позорно. Ну девушка не спрашивает, конечно, что она думает об этом. Но это стыдно для рода, ртовые ценности. Тот отвечает, ну да, я конечно женился на другой, пока собирал Колым. Как я мог на ней не жениться? У меня брат погиб, у него осталась вдова. Я обязан был жениться на ней. И вот этот кейс долго пытались рассудить. И в конце концов решили, что девушку насильно выдавать замуж не будут. Жалко ее и вообще, кому польский будет, если он себя убьет. Колым они вернут. Но там планировался еще один брак между этими двумя родами. Вот они, пускай, тоже не женятся. В отместку. Да, все обошлось. И вот Семенов вот так ездил по региону и решал вот такие проблемы. Среди новых подданных Российской империи. Кашгар. Да, Кашгар. Он какие-то оставил отчетки или рассказы о своих путешествиях, ну кроме того, что он что-то читал. Нет, про него много есть. А, про него много есть. А его мемуары будут? Насколько мне известно, нет. Вот это вот черная штука для кумыса. Лошадиное молоко наливаете и получается вкусная газировка, которая веселит сердце кочевника. Вот это? Да. А это как раз просто украшение. Ее вот же неспроста такая красивая, она такая красивая, чтобы было красиво. Вот. И в ней действительно много бесполезных украшений. Такие вот хвостики вешают, сеточки какие-то плетеные, ковры разноцветные. К живакбашу, по верху идет ковер такой длинный. В юртах должно красиво жить, она снаружи скучная, серая такая стоит. Внутру заходишь, на все яркое красное. А тут как в юртах кочевали, там персы тоже? Монголы язычные, персы. Персы бахтияры в Иране до сих пор кочуют в шатрах, правда. Не в юртах, но в шатрах. В юртах кочевали, еще и хунны жили в юртах, еще 3000 лет назад уже, наверное. Ну, юрт примерно 3000 лет, самый разный народ в ней живет. Сейчас и монголы живут, и тюрки. Монголы-монголы язычные, тюрки-тюрка язычные. Разный народ. И вот даже некоторые персы бахтияры в шатрах. Скажите, пожалуйста, как кочевники сохраняли огонь? Кочевники вообще не всегда сохраняют огонь. Они умеют его хорошо разводить. В Средней Азии, в Монголии, на Алтае с древних времен добывают железо. То есть люди пользуются огнивыми. Тюрки добывали железо еще для хуннов 2500 лет назад. И в каждом стойбище была кузница. В каждом небольшом поселке была кузница. Люди умели ковать железо. То есть огонь умели добывать. Кто-то добывал огонь трением. Но есть разные способы. То есть можно взять гриб-трутовик, в него палку и трешь. Гриб-трутовик, поэтому так и называется. Сейчас, секундочку, да. А вот чум, он отличается чем-то? Да, чум драматически отличается. Он гораздо проще устроен. Это очень древнее жилище. Вот Юрте 30 тысяч лет, чум, наверное, 30. Он жилище каменного века. Это жерди, поставленные конусом, накрытые шкурами, корой, брезентом, что есть. Типы американских у индейцев также устроен, как чум. То есть прямые жерди, коническая конструкция. Вот это будет чум. Юрта – это вот сложные решетки по сторонам. Крыша многосоставная, тюндюк наверху. Вот это вот купол, который на флаге Киргизии можно увидеть. Да, это юрта киргизская. Она именно из Киргизии привезена. Как у кочевников пожар-безопасность происходит? Да никак. Сгорелая юрта, кто спас, сделает новую. А как в русской избе была пожар-безопасность? Ну, заслонки. Да, если костер посередине, конечно, угли могут из него выпасть, там будет пожар. Но обычно, если посередине у вас костер, то вокруг пространство от ковров свободно, чтобы они не загорелись. Ну, на самом деле, на моей памяти юрты, чумы, яранги не горели в стойбищах, к счастью. Но такое не исключено, конечно, совершенно. Как везде, где люди живут и имеют дело с огнем, везде может пожар произойти. Мы и держим огнетушители, а они, может, не могут уже. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо.